На этом мы ложимся. Титан – вообще совершенно удивительное тело в Солнечной системе. Ни на что не похожий объект. Это спутник Сатурна. Размером он примерно с Луну. 2600 км. Находится на расстоянии где-то 1,2 млн км. Сатурна. В период обращения было 14 дней. И все спутники, впрочем, замкнут прерывно на Сатурна. Расстояние 10 динамических единиц. Туда очень мало попадает солнечной энергии. Всего лишь 14 квадратный квадратный метр. И совершенно неудивительно, что температуры равновесные, которые там ожидаются, они достаточно низкие. И неудивительно, что твердое тело в основном состоит из земли. Но самое удивительное – это наличие очень плотной и очень богатой по своей структуре и по своей химии атмосферы. Это, конечно, отличает Титан очень сильно от всех других спутников в Солнечной системе. И, на самом деле, убедительного, хорошего объяснения этому факту нет. Потому что как тело с такой массой сумело держать такую плотную атмосферу – это вопрос, на который, на самом деле, такой жестко убедительный ответ не получен. Но при этом какие слова говорят, что это далеко от Солнца, что какие-то скорости там низкие. И, соответственно, вероятность срыва атмосферы в результате интенсивной метеоритной бомбардировки значительно ниже. Но какие-то слова при этом приговариваются. Есть и вполне серьезная теоретическая работа, которая объясняет наличие атмосферы на Титане. Но, тем не менее, повторюсь, вопрос должен быть простой и понятный ответ на пальцах. Такого ответа нет. Почему, скажем, у Тритона, спутника Нектуна, нет атмосферы или почти нет, а у Титана такая плотная и мощная атмосфера? Атмосфера действительно могучая. Значит, 1,6 бар давления у поверхности и состоит она из азота. Иногда говорится, что это единственное, кроме Земли, тело с азотной атмосферой. В Солнечной системе это, на самом деле, не совсем так. Титан относится к классу тел с азотно-метановыми атмосферами. В этом смысле по химии атмосфера имеет очень мало общего с земной, поскольку основная среда там восстановительная, там избыток водорода, как вы видите. И если весь кислород связывается в воду, то вот избыток водорода, он, так сказать, образует огромное количество, целый зоопарк водорода. Планета земной группы сейчас в земле. Ситуация противоположная. У нас здесь избыток кислорода и, в свою очередь, уже весь водород связывается в воду. А кислород окисляет все остальное и образует значительное количество СО2. Здесь, видите, СО2 следовое количество, на уровне, я думаю, что ППП. Во всяком случае, вот в списке нескольких главных молекул СО2 отсутствует. Есть СО2 в незначительном количестве, но СО2 химически очень неправильная молекула, поэтому как раз неудивительно. Ну, опять же, пора привыкнуть к тому, что инертные газы составляют значительную долю. Это, собственно, для всех планет характерно. 6% по малярной доле. Интересный факт – это наличие метана. Метана – это единица процентов, это огромное количество. И это сравнимо с содержанием в атмосфере земли водяного пара. И аналогия здесь не только в количестве, но и в способности к насыщению, образованию облаков и, возможно, осадков и каких-то водоемов, если так можно выразиться. То есть метан, в общем-то, действительно играет роль воды на Титане. И если у нас говорят на Земле о гибрологическом цикле, то там говорят о карбо-гибрологическом цикле, то есть о углеводородном цикле, в котором основную роль, конечно, играет метан. Хотя не только, есть и другие малые составляющие, другие углеводороды, которые также играют эту роль. Но если говорить о воде, то вот это 10-7, это уже совершенно ожидаемая цифра для таких температур. Это просто близко к давлению насыщенных пар, больше вы по этих температурах просто в атмосферу не поместите. Теперь вот если посмотреть на температурный профиль, он сразу нам с вами должен много чего сказать, так сказать, об этой атмосфере. Структура его предельно проста, но в то же время очень характерна. Значит, на поверхности у нас с вами где-то 90-92 кг. Достаточно протяженная тропосфера. Видите, вот примерно до 25-30 км у нас почти гибротический градиент. И, в общем, такая протяженная тропосфера не должна удивлять, потому что это все-таки гравитация там слабенькая и шкала высоты достаточно велика. Потому что еще и легкая, так сказать, атмосфера. Значит, с N2 это у нас 28. То есть, как на Земле достаточно легкий газ. Вот, дальше такая, опять же, достаточно протяженная стратосфера и очень-очень резкий переход к термосфере. Вот, очень характерно для Титана, вот такая резкая температурная инверсия, которая где-то там на 60-70 км реализуется. И это говорит нам о том, что, вообще говоря, динамика тропосферы и динамика термосферы, она будет совершенно разная. Потому что вот такая вот очень сильная температурная инверсия, она практически запрещает любые перемещения воздушной массы вертикально здесь, потому что они будут очень энергии затратных. Помните, да, у нас, так сказать, при любом перемещении воздушной массы вертикс будут действовать архимедовые силы очень мощные, которые приведут просто к возбуждению гравитационных волн, какие-то колебания на частоте гранд-вязи. Достаточно быстро эти движения погаснут. Вот, поэтому, в общем-то, вот в свободной атмосфере и в тропосфере циркуляция будет достаточно здорово различаться. Ну, вот есть вот такие соображения о том, что титан это еще одно тело в совместной системе, которое, с одной стороны, вращается достаточно медленно, с другой стороны, обладает массивной, да еще и вдававок, оптически в толстой атмосфере. О оптической толщине я сейчас чуть попозже поговорим. Вот, и вот, несмотря на совершенно радикальные различия и в химии, и в температурах, в динамике атмосфер Венеры и Титана действительно достаточно много общего. И та и другая атмосфера проявляют суперротации, и, что важно, и та и другая атмосфера, она в значительной мере эта динамика контролируется аэрозолем, потому что обе планеты покрыты практически сплошным. Что мы знаем о Титане? Все, что мы знаем практически, мы знаем из одной миссии. Это миссия Кассини, которая активна до сих пор, вообще это, ну, такой большой-большой рукотворный памятник в истории исследований Солнечной системы. Это совместная миссия НАСА и Европейского космического агентства, наверное, самая амбициозная и самая дорогая миссия вообще в истории, если, как не брать расчет, пилотируемая программа. Готовилась она больше четверти века, многократно откладывалась, и вот, наконец, по-моему, если не ошибаюсь, в 97-м, что ли, году она была, в 99-м, была запущена. Был запущен этот аппарат, значит, миссия состоит из двух космических аппаратов. Это орбитальный аппарат, который до сих пор активен на орбите вокруг Сатурна, и посадочный зонд Гюгенс, который был разработан и изготовлен Европейским космическим агентством. Это совершенно такое инженерное чудо, и то, что удалось его с первой попытки посадить на поверхность титана и провести измерения, это, конечно, совершенно не достигший результат, это произошло в 2005 году, в январе. Однако, комплект приборов, который там был, там были как европейские, так и американские приборы. И вот один из самых интересных приборов, опять же, с точки зрения истории космического приборостроения, он представляет очень большой интерес, так называемый DISSER, Descent Imaging Spectral Radiometer. Это такая стролябия, как Кораблёв любит выражаться, то есть это прибор, который меряет абсолютно всё, во всех спектральных диапазонах, во всех направлениях. У него действительно довольно много спектральных каналов, и вот сейчас была картинка, по-моему, этого прибора, да, вот он так выглядит. Это его интерфейс, который крепится на боковую деку посадочного аппарата. Вот, и это вот различные, значит, объективы, фара, которая должна была подсвечивать, потому что аппарат должен был садиться в полной, практически в темноте. Вообще, куда он садился, никто не знал, предполагали, что, может быть, там вообще будет сплошной океан уголеводородный. Там даже была такая какая-то подушка, которая позволяла плавать в жидком металле. Но, во всяком случае, вот поверхность должна была подсвечиваться фарой. Видите, тут никаких светодиодов в помине не было, здесь галогенная лампочка стоит. Вот, видите оптические волокна, то есть излучение, которое принималось вот этими различными каналами, оно передавалось с помощью оптических волокон и принималось на одну матрицу, и разные участки этой матрицы отвечали за различные спектральные каналы. То есть, по степени интеграции и по степени внедрения новой технологии, это прибор, который очень сильно опередил свое время. Потому что концепция, вот этот дизайн, он был проработан еще, наверное, в конце 80-х годов прошлого века. В этом смысле, то, что это было настолько, так сказать, продвинуто и продумано, и реализовано, и доведено до научного результата, это, конечно, совершенно фантастический результат. Главным идеологом, вдохновителем и руководителем этого прибора был Март Томаско, он сейчас на пенсии, выдающийся американский культуролог из университета Аризона. Мне вот посчастливилось с ним общаться, уже буквально в последние дни, когда он работал. Как раз обсуждали мы результаты этого прибора. Да, слушаю. Да, вальс занят, через час у меня лекция, да, если можно, через два. Вот один из снимков панорама поверхности Титана, которая была получена как раз вот этим прибором при посадке. Значит, это был, на самом деле, гиперспектрометр, то есть можно было получать такие картинки в разных спектральных каналах. Вот. Ну, и что видим? Мы видим, что здесь нет никакого сплошного океана, а есть такая сеть темных каналов на светлом фоне. Есть какие-то, значит, светлые пятна, есть темные пятна, как бы какая-то береговая линия. Вот. Более немножечко подробная картинка. Опять же, какие-то, значит, дворы, между ними темные каналы. И, в общем, вот, интерпретировать такие картинки, это тоже была непростая достаточно задачка. Вот, крупным планом, этот, как бы, берег, который на самом деле оказался вовсе не берегом какого-то океана или моря, поверхность была твердая, и в том и в другом случае, просто, по всей видимости, вот эта темная область, это области, которые засыпаны осадочным материалом, образованным, осевшим атмосферным аэрозолем. Что собой представляет атмосферный аэрозоль, сейчас чуть подробнее расскажу. А вот эти стрелочки, это как раз попытки восстановить направление ветра по распределению вот этого темного вещества, этого темного аэрозоля. Несмотря на то, что сразу жидких водоемов не нашли, их нашли где-то там через год, и не с помощью посадочного аппарата, а с помощью аппарата капитального по радарным изображениям. В полярных областях, как на северном, так и на южном полюсе, обнаружены были такие вот радарно-темные области, которые были интерпретированы как озера из жидких углеводорожек. Ну, я напомню, что вообще, понятно, что цвета эти искусственные, это радарные картинки, они как-то могут к вашей функции иметь отношение. Но в целом, я напоминаю вам, что радарно-темные области, это области с гладкой поверхностью, потому что лучший зеркально отражается, и вы его больше не увидели. А если у вас поверхность шероховатая, то обязательно какая-то часть рассеется назад, и эта поверхность будет в радарной картинке более светлой. Поэтому вот это, в первую очередь, гладкая поверхность, которая была интерпретирована именно как жидкость. Ну, вот на южном полюсе, там победнее немножечко, но тоже есть вот такие вот озера. Совсем недавно было открыто достаточно обширный водоем уже где-то в более низких широтах, там, говорит, Флоренс предложил вашу подводную лодку туда запускать или что-то в этом духе. Но, тем не менее, все-таки вот такого повсеместного распространения этих углеводородных водоемов на Титане не обнаружено, хотя какое-то количество их имеется. Значит, кроме того, имеется вот такая достаточно глубокая разветвеленная сеть каналов, видите, вот такие как бы речки, они немножечко похожи на марсианские каналы, но они не такие прямые, они более избилистые. И это говорит о том, что в то время, когда по этим каналам текло что-то жидкое, а мы все-таки полагаем, что это могли быть только жидкие углеводороды, это были такие достаточно медленные, ровные потоки, которые действовали в течение длительного времени. Это не похоже на марсианские каналы, которые образованы все-таки в основном селевыми потоками, они более прямые и пропаханы такими графическими выбросами воды. Здесь похоже, что все-таки это были не катастрофические выбросы, а в какие-то периоды геологической истории Титана, вот эти жидкие углеводороды на поверхности, они присутствовали в гораздо большем количестве и образовывали действительно вот такие вот рейки. То есть, по всей видимости, мы можем говорить о каких-то глобальных изменениях климата Титана, и о том, что в разные периоды количество жидких углеводородов на поверхности, оно было очень-очень разным. Но если говорить о моделях внутреннего строения, то вот картинка современная, она выглядит приблизительно таким вот образом. Значит, есть атмосфера, о которой мы еще продолжим сейчас говорить, она очень плотная, протяженная и богатая по своей структуре и составу. Значит, есть ледяная кора, порядка 100 километров толщиной, это сравнимо с ледяной корой Европы, Ганимеда. В общем-то, достаточно типично для спутников планет-гигантов. И часть, дальше существует ледяная мантия, часть из которой, по всей видимости, тоже находится в жидком состоянии. Это родник Титана, опять же, с Европой и Ганимедом, где модели внутреннего строения тоже предсказывают наличие жидкого океана. Но понятно, что этот жидкий океан, он всегда очень возбуждает эльзобиологов, искателей жизни вне Земли. Потому что без воды, вроде как, жизнь существовать не может. Но совершенно не факт, что наличие воды автоматически означает наличие жизни. И более того, это вода, скорее всего, для жизни абсолютно непригодна, потому что она представляет собой насыщенный раствор всевозможных солей. Скорее всего, это такой очень-очень сильный антисептик. И я что-то сильно сомневаюсь, что там какая-либо форма жизни вообще возможна. Но, тем не менее, если когда-то удастся каким-то образом туда проникнуть, либо будет обнаружен какой-то креогулканизм на Титане, как на Европе, или даже микроскопический выброс паров воды из вот этой жидкой мантии, можно будет проанализировать, но тогда это будет действительно огромным успехом. Мы не сможем хоть что-то сказать о вот этом подлёдном, подземном океане Титана. Ну и дальше, значит, существует вот такое, так сказать, даже не знаю, как это назвать, наверное, всё-таки это не драмс, это мантия, которая практически не дифференцирована и состоит примерно 50 на 50 из льдов и то, что по-английски называется rocks, то есть породы, которые при нормальных земных температурах находятся в твёрдом состоянии. То есть это кремезём, в первую очередь, какие-то другие силикаты, основные, основные полы, понятно, что эта модель достаточно умозрительна, и в основном экспериментальный материал, который был использован при построении этой модели, это наблюдение за орбитальными движениями, титарными вибрациями и так далее. Но, конечно, для того, чтобы эти модели уточнять, нужен сейсмический эксперимент, до которого пока я полагаю ещё достаточно далеко. А, извините, а на Гюгенсе были там какие-то индикаторы жизни, типа вот как вот на Марс полетит? Ну, в общем нет. В общем нет, потому что все понимали, что при полном отсутствии жидкой воды и при температуре практически жидкого азота даже непонятно, как фиксировать эту биологическую актуру. Ну, понятно. Понятно, что она совершенно... А вы, извините, я тоже скажу, а вы знакомились с такими фактами, что, допустим, в книжке Кловского я читал, что он высчитывал на основе метана все цепочки ДНК и все аминокислоты тоже очень стройные получаются. То есть, как у нас вода во всём играет важную роль, то есть, что вода очень стройно встраивается в все ключевые биологические вещи, метан тоже очень хорошо встраивается. И как бы, что вот... Да, на основе с новой жизни тоже, может быть, метан не слышали о таком. Ну, я так понимаю, что вот эта химия, не только метан, но и органические соединения с участием азота, они являются как бы первичными блоками для строительства биологических молекул. Это действительно так. Но, тем не менее, вот эти органические молекулы, они должны существовать, если мы говорим не о просто каких-то химических соединениях в жизни, то вот эти формы, они должны существовать в среде жидкой, всё-таки жидкой воды. Почему? Потому что, насколько я понимаю, и хотя я совершенно в этом деле не специалист, но я полагаю, что в среде жидких углеводородов вы не сможете обеспечить работу мембран. Всё-таки вода молекулополярная, и она обеспечивает там диссоциацию солей, наличие вот этих ионов, астматическое давление и так далее, и так далее. В жидком метане или там в бензине, например, всё работает не глупо. Поэтому я, честно говоря, сомневаюсь, что воду можно заменить на жидкий метан и организовать жизнь таким образом. Во всяком случае, об этом нигде не слышу. Но, на самом деле, вот эта органическая химия, это, конечно, очень богатая тема. Там много сейчас что делается. И классический эксперимент Фишера-Тропша, когда брали что-то похожее на атмосферу Титана, там врубали какой-то разряд воскочастотный, и там действительно полный зоопарк органической химии образовывался. Это уже классический эксперимент, и это всё действительно там воспроизводится. Но немножечко расскажу о динамике атмосферы. У нас на данный момент имеются что? Имеются данные наземных гетерогеновых измерений, которые говорят о том, что атмосфера Титана демонстрирует суперротацию, то есть точно так же, как и Венера, она обгоняя планету, достаточно быстро вращается, и ядро этого вращения находится на достаточно большой высоте, порядка 200-250 километров, но там довольно большие ворота по скорости, от 100 до 250 метров в секунду. Что же касается непосредственных измерений на спуске аппарата Гюйгенс, то вот имеется вертикальный профиль ветра, он был построен по данным вот этих камер, было восстановлено горизонтальное движение, стояли датчики ветра на самом аппарате, и вот был восстановлен вот такой вот профиль ветра, вот он здесь, таким пунктиром, и видите, здесь как раз на 75-80 километров такой очень резкий минимум, и этот минимум как раз соответствует области наибольшей инверсии температурного профиля, как раз говорит о том, что вот эта инверсия, она фактически отделяет динамику тропосферы от динамики термосферы, и именно непосредственно в этой области не только вертикальные, но и горизонтальные движения, и, как мы видим, они достаточно здорово подавлены. Существуют многократные, так сказать, многочисленные попытки воспроизвести циркуляцию атмосферы Титана при помощи трехмерных моделей общей циркуляции, я думаю, что сейчас уже с десяток групп по всему миру работает в этом направлении, вот как раз в июне у нас ожидается конференция на эту тему во Франции. Вот, ну вот, наши скромные усилия здесь тоже какой-то, так сказать, свой вклад вносят путем разработки негидростатической модели, хотя бы негидростатический эффект, не факт, что они являют такую же прямую существенную роль в атмосфере Титана, хотя могут воспроизводить эффекты для других моделей недоступны. Но, тем не менее, сама суперротация на современными моделях воспроизводится неплохо, хотя и, как правило, скорости, которые предсказывают эти модели, они достаточно небольшие, находятся примерно где-то на нижнем пороге согласования с экспериментальными данными. Но это неудивительно, потому что основным источником суперротации является термический прилив, как мы знаем, то есть воздействие, однородное воздействие сооруженного излучения на атмосферу, а солнечное излучение там уже падает совсем чуть-чуть, сколько, 14-20 солнечная постоянная, а через атмосферу, которая оптически толстая, пробивается совсем чуть-чуть, поэтому энергетика атмосферной динамики очень низкая, довольно сложно разогнать эту атмосферу до приличных скоростей. Ну вот, здесь мы подходим, наверное, к самой такой богатой, интересной теме, если говорить об атмосфере Титана, это к аэрозолю. Вот так выглядит лип Титана, то есть если вы посмотрите, так сказать, на край этого спутника с помощью какой-то камеры в видимом диапазоне, вы увидите примерно вот такую картину, то есть равномерное какое-то рассеивающее оптическое плотное пятно, то есть поверхности Титана вы не видите через аэрозольный слой, именно поэтому ни наземные телескопы, ни орбитальные обсерватории, они нам практически ничего о поверхности не говорили, пока не был посажен вот этот гюкинс, мы вообще не знали, как выглядит поверхность. Вот, но, кроме того, значит, мы видим дынку, такой отдельный слой, в английском это называется «динтач-тенах-хейс», то есть, скажем, оторванная, отделенная дынка, которая находится на очень приличной высоте, то есть это где-то вот 250-300 километров. То есть, обратите внимание, на гигантские вертикальные масштабы атмосферы Титана. Для нас 250 километров это уже там высота орбиты, где спутники, такая орбитальная станция Метонна, примерно 250 километров, орбит у МКС повышен, где-то 400-370. А для атмосферы Титана это все еще область, где, так сказать, формируются вполне такие мощные полночные аэрозольные слои. Вообще, аэрозоль фиксируется до 500-600 километров, а образуется он еще выше в результате довольно сложной цепочки фотохимических реакций. И я сейчас не буду об этом рассказывать, это предмет, наверное, отдельного разговора о химии. Я расскажу, скорее, наверное, о микрофизике. Итак, под воздействием солнечного ультрафиолета при наличии азота, метана, других углеводородов образуются сложные макромолекулы, которые потом коагулируют в кластер. И вот минимальный кластер, он имеет размер порядка нескольких нанометров, и дальше они начинают как бы коагулировать между собой, образовывая все более-более такие крупные частицы. По химическому составу это довольно сложное вещество, которое имеет вот такое обобщенное название хвалин. По-гречески это просто означает грязь. Это пришло снова из лабораторных экспериментов, когда вот как я говорю, с помощью электрического разряда в атмосфере, которая имитирует атмосферу титана, удалось образовать некий конденсат, который по спектральным свойствам достаточно близко подходил к аэрозольной дымке титана. Такой имеет красноватый грязноватый оттенок. И в результате вот эта дымка заполняет практически всю атмосферу с общей оптической толщиной где-то 7-8, если говорить о минимум диапазоне. И вот природа вот этой вот оторванной так называемой дымки скорее всего все-таки не в том, что именно на этой высоте у нас происходит не более интенсивное образование этой дымки, а скорее всего связано именно с динамикой, с тем, что атмосферными потоками тут часть этой дымки забрасывается на данную высоту. Но также довольно интересные полярные вигрии определенные сезоны наблюдаются на Титане. Наблюдаются они как раз в основном на зимнем полюсе. И здесь мы видим как раз что это не просто какая-то оторванная дымка, а такая довольно мощная облачность. Цвета здесь искусственные, хотя в общем-то они сделаны попыткой насколько я понимаю приблизить к реальности. Вот такой грязновато-желтоватый красноватый цвет это очень характерный цвет для этой полиновой дымки. Ну вот так примерно происходит образование вот этих аэрозольных частиц, которые заполняют практически всю атмосферу Титана. Значит, фотохимические процессы они происходят примерно на высоте 400-500 километров и выше. И вот где-то здесь сформируются вот эти минимальные кластеры. Одновременно, поскольку атмосфера там чрезвычайно разрежена, эти частицы приобретают электрический заряд. Вообще в разреженных атмосферах вся будет заряжена, потому что есть достаточно много факторов способствующих этой зарядке. Во-первых, есть фотоэффект, это на дневной стороне, а на ночной стороне, наоборот, доминирует аккреция электрона, потому что у электрона длина свободного пробега намного больше, чем у положительно заряженного иона, и поэтому если вы в темное время суток поместите пылинку в разреженную атмосферу, она с большей вероятностью схватит электрон, чем положительный ион, и, соответственно, скорее всего, она зарядится отрицательно. Заряжаться она будет до тех пор, пока ее потенциал не сравняется с температурой. то есть мы можем очень условно написать, что E квадрат на R у нас будет примерно КТ и на зарядовое число. но отсюда понятно, что заряд объединенной частички будет пропорционален E-радусу. И для титана это будет примерно 50 электронов на микрон. И поскольку чем дальше будут эти частички расти, тем больше они будут заряжаться, в какой-то момент одноименно заряженные частицы начнут отталкиваться, и процесс дальнейшего их роста будет ограничен этим Кулумовским отталкиванием. Сами частицы, поскольку они будут расти, именно возлетать столкновение, они имеют такую фрактальную форму, то есть они состоят из таких минимальных мономеров, минимальных шариков, размер мономера примерно 50 нанометров, а сами частицы фрактала дорастают до нескольких единиц микронов. И дальше все это медленно-медленно высыпается на поверхность, и поскольку этот процесс продолжается миллиарды лет практически, все время жизни планеты, у нас за это время должен нарасти достаточно толстый слой, но мощность слоя оценивается примерно в 4 метра если такое оценку я слышу современные данные. И даже есть мнение, оно правда сказывается в порядке дискуссии, о том что темный материал который наблюдается на поверхности галилеевых спутников и Питера речь идет в первую очередь о старых поверхностях ганимеде и калисто и европы поверхностей совсем молодая поэтому там это материал не сохранится так вот считается что темный материал который там наблюдается это возможно тот самый релик который когда-то осел когда когда у этих спутников были подобные атмосферы, но, еще раз повторяю, это гипотетическое предположение, очень дискуссионное, поэтому, так вот, принимать утверждение, наверное, преждевременно. Ну вот, так выглядит результат расчета среднего заряда. Значит, здесь у нас в гаоризмической шкале радиус, здесь у нас высота, но мы видим, что где-то на высотах от 100 до 250 км у нас частицы заряжаются достаточно сильно, до 1000 электронов, и это как раз ограничивает их рост. И вот примерно до нескольких микрон у нас частицы дорастают, когда падают на поверхность. Ну, надо сказать, что вот и патохимические, и микрофизические, и динамические модели Титана, они достаточно быстро развиваются, и здесь, конечно, в первую очередь мы упираемся в недостаток экспериментального материала. Поэтому, конечно же, новые миссии к Сатурну и к Титану, они очень активно обсуждаются, они планируются, но в любом случае, даже если вот мы сейчас приступим к разработке такой миссии, то результаты мы получим там не раньше, чем через 20 лет. И в этом смысле, вот те знания, которые у нас сейчас есть, они, наверное, будут еще достаточно долго вот такими. Поэтому пока что Титан остается для нас таким вот очень загадочным, очень богатым, но пока очень мало исследованным объектом и своего рода уникальным объектом, потому что, ну, совершенно непонятно, к какому классу его относить. Возможно, 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 вот в результате прогресса наблюдениях экзопланет удастся наблюдать подобные объекты во вне Солнечных системах. Тогда можно будет сделать какие-то более глубокие будущие выводы. Но пока что вот оно остается, повторюсь, таким совершенно, так сказать, уникальным и удивительным объектом. Александр Иванович, а вот Вы говорите, для разработки моделей не хватает экспериментальных данных. А экспериментальные данные нужны для того, чтобы оценить точность даваемую? Или моделирование приводит к каким-то неожиданным, не то что результатам, а каким-то процессам, которые неожиданны? Да нет, скорее просто у любой модели огромное количество свободных параметров. Мы можем предсказать, ну, практически все, что угодно. Поэтому, конечно, любой модели нужны экспериментальные данные, в первую очередь, чтобы ввести, так сказать, сузить рамки, возможно. Вот таких данных у нас сейчас очень, конечно, не хватает. В первую очередь, именно по составу, структуре, микрофизике, аэрозоле. Мы можем только делать какие-то положения. Знаем, мы на данный момент очень-очень много. Ну, вот одна из, наверное, даже самая точная модель, это химическая, она как раз принадлежит Краснопольскому. Эта модель одномерная. Где-то она 2-3 года назад была опубликована. И, в общем, она сейчас произведена на самом деле. Совмещение технологических и химических моделей, я думаю, что это то, над чем сейчас большинство групп работает. Вот. Ну, вот на этом, наверное, я экскурс про Титан закончу. Вот. И хотите, сделаем там перерыв на 5-10 минут, а хотите сразу, как вам информация. Я хотел бы вам сегодня еще и про так называемые ледяные гиганты рассказать, про Уран-Унтун, которые тоже вот очень мало исследованы пока что и представляют собой отдельный, очень важный, интересный класс для Солнечной системы. Как, сразу пойдем? Ну, по мне, так сразу нельзя. Ну, давай. Я не потеряю. Вот. Значит, итак, за пределами Сатурна у нас есть еще два больших небесных тела. Значит, наверное, вы знакомы как-то с историей открытия. Дело в том, что Уран был известен еще гребным грекам, а вот Нептуна люди не наблюдали до начала 19 века, по-моему, 1830 год, если я не ошибаюсь, когда буквально вот на кончике пера, следуя размещение орбиты Урана, было предсказано наличие еще одной планеты, которую вы наблюдали, это был гигантский успех небесной механики тех лет, она действительно достигла совершенства, наблюдательная техника уже была достаточно продвинута. Вот. И вот вера в возможность предсказания каких-то планет, она была столь велика, что через сто лет после этой истории, уже в начале 20 века, был по ошибке открыт Плутон, потому что казалось, что орбита Нептуна тоже чем-то возмущена. Искали-искали вот эту планету Х, и когда нашли объект, обрадовалась, но оказалось потом, что он слишком мал, чтобы наносить какие-то возмущения. И вот не так давно Плутон был разжалом из планет и переведен в класс объектов Койберовского пояса. Но про эти объекты мы с вами еще общаемся, потому что у нас будет другая. Поэтому сейчас все-таки сосредоточимся вот на этих двух планетах. Значит, чем они интересны? С одной стороны, они относятся к классу гигантов, с другой стороны, они заметно меньше, чем Юпитер и Сатурн. Значит, вот у урана реальный радиус 26 тысяч километров. Значит, масса полтора грамма на кубический сантиметр. В принципе, это довольно типично для газовых гигантов. Значит, понятно, что при таких больших расстояниях, значит, 19 астрономических единиц для урана и 30 астрономических единиц для сантиметра для нектуна. Видите, понятно, что температуры ожидаемые там очень малы. Это тоже порядка 90-95 кервин. Вот, так же интересно, что у них близкие периоды обращения вокруг своей оси. Значит, у урана 17 часов и 16 часов у нектуна. Но, опять же, вот этот факт никакого объяснения не находит разумного. Вот, ну и, значит, уже очень большие у нас тут орбитальные периоды. Видите, практически 100 лет для урана и примерно полтора сантиметра для нектуна. Довольно слабенький экстронистет, хотя и заметный, порядка 5%. Совсем слабенькое наклонение, то есть они лежат практически в плоскости эклиптики. Вот, но, пожалуй, самый занятный и удивительный факт из жизни урана состоит в том, что это планета, которая практически лежит на боку. Вот, если наклон земной оси там 23 градуса, марсианской 25, другие планеты, они значительно меньше наклонены, то вот угол наклона урана, он даже немножечко больше, чем 90 градусов. То есть, если мы проекцию угловой скорости электроугловой скорости на нормальной плоскости эклиптики посмотрим, то оказывается, что планета вращается ретроградно. То есть, на самом деле, он даже наклонен чуть-чуть дальше, чем в плоскости эклиптики. Опять же, никакого разумного объяснения, как это получилось, факту нет. Видимо, ответ здесь лежит где-то в очень ранней истории образования даже не самой планеты, а вот того протопланетного сгустка, из которого планета образовалась. Надо сказать, что вот разумной теории космогонической, которая предсказывала бы образование Урана и Нептуна, на данный момент тоже нет. И основная сложность там, она понятна, на такой далекой периферии Солнечной системы очень трудно набрать значительную инцентрацию вещества с тем, чтобы образовать такие крупные планеты. То есть, на данный момент теория здесь нам ничего разумного рассказать не может. А империка, она здесь чрезвычайно богатая. Значит, ну, во-первых, очень богатая система спутников. У Урана, видите, там тоже их нескольких десятков. Значит, ну, тут есть некая традиция. Значит, спутники Урана, они в основном называются именами шекспировских героев. Вот, можете, так сказать, прочитать и проверить ваше литературное познание, из которой поедете, по-моему, или, так сказать, эти все персонажи. Вот. Значит, спутники, опять же, очень типичные. Это ледяные тела, те, которые достаточно крупные, там, больше 300-500 километров, те, асферические, те, которые мелкие, они, так сказать, неисформенные. Вот. Чем интересен Нептун? Значит, у Нептуна немножечко более человеческое, так сказать, наклонение, хотя наклон орбиты, хотя тоже достаточно приличный. Значит, у него, как ни странно, точно такая же эффективная температура, даже, может быть, она чуть-чуть больше, несмотря на то, что он находится полтора раза дальше от Солнца, чем Уран, и, соответственно, Солнечное постоянное там в два раза меньше. И связано это... Да, и у него гораздо более активная метеорология. То есть, вот если мы сравним даже картинку Урана и Нептона, мы видим, что у Нептона поверхность, она более богата на какие-то диджали. И количественные оценки говорят о том, что у Нептона имеются очень мощные внутренние источники тепла. Какие это источники, тут есть несколько идей, но конкретного, однозначного ответа на данный момент опять же нет. Система спутников тоже достаточно богатая, хотя и не такая мощная, как у Урана. Значит, имена здесь более традиционные с греческой мифологией. И вот из спутников, точно так же, как у Сатурна особое место занимает Уран, прошу прощения, Титан, у Нептуна особое место занимает Тритон. Тритон — это очень крупный спутник спутник с какими-то зачатками климатической системы. Это тоже спутник с азотно-метановой атмосферой, как и Титан, как и, кстати, Тритон с Хароном. Но атмосфера эта чрезвычайно разреженная, она больше напоминает экзосферу, но тем не менее, вот на поверхности мы видим конденсированный метан, который то испаряется, то конденсируется, образуя достаточно такую вот богатую, причудливую картинку ландшафта. Совсем недавно вот аппарат «Новый горизонт» показал нам очень похожую картинку на поверхности Плутона. И вот откуда взялась эта атмосфера, каково происхождение вообще самого спутника, какие циклы существуют в климатической системе, опять же, это на данный момент нерешенные вопросы, над которыми люди работают. И теоретические модели здесь тоже достаточно активно развиваются. Скажите, а «Новый горизонт» он не фотографировал урана и Нептуна? Урана и Нептуна нет. То есть у нас есть только вояджеры фотки, да? Да, да. Вот с ураном и Нептуном сейчас практически полная тишина, хотя Европейское космическое агентство, я вот периодически получаю письма с приглашением там принять участие в обсуждении будущей миссии к урану. Такая миссия планируется, но она, видимо, сильно надолго вперед. Пока про эти планеты мы не знаем чрезвычайно. Практически все, что знаем, мы знаем либо с наземных телескопов, либо с полу-донами. Но, тем не менее, значит, вот какие-то достаточно скудные сведения у нас есть. Значит, это тоже водородная гелиевая атмосфера, хотя гелия заметно меньше, чем в атмосферах Юпитера и Сатурна. То есть уже нельзя говорить, что это атмосфера Солнечного состава. Ну, совершенно не совсем другая. Там тоже глиминирует водород, но вот все остальные малые составляющие, их здесь взамен меньше. Там тоже много метана, и метан тоже, по всей видимости, конденсируется. Тоже присутствуют какие-то высшие углы водороды, но вот практически кроме водорода, гелия и метана мы пока что ничего про эти атмосферы не знаем. Одной из самых ярких, наверное, особенностей этих планет являются их очень причудливые магнитосферы. Морфология магнитосферы достаточно хорошо известна, опять же, в основном благодаря измерениям Войджера. И удивительное здесь состоит в том, в первую очередь, что, несмотря на то, что уран лежит на боку, его эффективный магнитный диполь, он находится вполне, так сказать, в гораздо более человеческих диапазонах углов по отношению к плоскости эклиптики. Но при этом центр этого диполя, он довольно здорово смещен от центра планеты. Похожая картинка у Нептуна. Значит, там центр диполя смещен к периферии планеты еще сильнее. Вот. И угол между осью диполя и осью вращения планеты составляет тоже там 45 градусов. Ну, поменьше, чем в случае урана, но, тем не менее, тоже очень значительно величина. Значит, вот единственное объяснение, которое предлагается вот этому фактору, оно состоит в том, что магнитное поле, а мы знаем с вами, что магнитное поле генерируется в результате конвекции в мантии, в проводящей. Значит, и если у Земли, например, оно генерируется в основном в металлическом ядре, то у урана и Нептона ядро, скорее всего, не конвективное, а вот конвекция в основном сосредоточена в мантии. Мантии — это проводящая, скорее всего, это электролит, то есть это смесь льдов и расплавов. И конвекция в этом электролите, который смещён очень сильно в центре планет, как раз генерирует такое очень нецентральное и не вполне, в общем-то, дипольное магнитное поле. Ну, это качественное объяснение, опять же. Существуют попытки количественного моделирования, которые, в фильме, конечно, достаточно далеки пока от совершенства. Ну, вот так выглядят картинки той и другой планеты. Можно сделать какие-то выводы о циркуляции их атмосфер. Мы видим, что эта циркуляция, скорее всего, симметрична. Она похожа, в общем-то, на циркуляцию других планет-гигантов, хотя, конечно, гораздо беднее и гораздо менее интенсивнее. Ну, вот, если говорить про модели внутреннего строения, то примерно общая картинка будет выглядеть вот таким образом. Значит, есть вот эта атмосфера, которую мы наблюдаем, которая выше облачного слоя. Мы можем померить её спектр, там определить состав, но, фактически, ничего хромодорода мы там не видим. Дальше есть очень толстая и очень плотная подоблачная атмосфера. Ни одна другая планета, с исключением газовых гигантов, ни одна другая планета с отчётливой поверхностью не имеет такой глубокой атмосферы. А вот под атмосферой находится мантия, и эта мантия, она, опять же, состава мы не знаем, но полагаем, что это смесь воды, аммиакан, метана, как в виде льдов, так и в виде жидких расплавов. И вот где-то здесь у нас как раз формируется магнитное поле. Ну и, наконец, достаточно компактное железо-никелевое ядро, возможно, с примесью силиката. Можно вопрос? А почему твёрдая поверхность мантия считается, хотя есть вот такое чёткое разделение, газовая составляющая и твёрдая составляющая, почему нельзя сказать, что это поверхность? Нет, здесь как раз можно сказать, что это поверхность. Я говорю, что о поверхности нельзя говорить у Юпитера-Сатурна, потому что там водорода не имеют, а всё магнитное. А здесь как раз эта поверхность есть. Тут, по всей видимости, нет коры, таковой, но поверхность есть. Возможно, это океан. Опять же, мы этого не знаем. Пока мы не прозондировали, мы не знаем, вот эта твёрдая поверхность или жидкая. Возможно, скорее всего, она всё-таки жидкая. Ну, очень похожая общая картинка у Нептона. Здесь немножечко более обширное и менее массивное ядро. И, по всей видимости, в этом ядре гораздо меньше металлов и больше силикатов. А в целом, в общем, практически такой же состав. Значит, вот одна из загадок – это гораздо более активная метеорология Нептуна, нежели Ура. Несмотря на то, что вот Солнечная постоянная, там, в два раза меньше, энергетика, казалось бы, должна быть совсем слабенькой. Чем, как это объясняется? Значит, здесь есть несколько идей, несколько гипотез в той или иной степени экзотичности. Значит, ну, такая самая очевидная, типичная гипотеза, когда мы говорим о внутренних источниках энергии планеты Гаганта, это мы можем предположить, что продолжается какое-то гравитационное сжатие. И вот эта гравитационная энергия, она выделяется. Но, если для Юпитера еще как-то это проходит, то вот для Нептуна уже не проходит никак, потому что вот эта ледяная мантия, она практически не сжима, если она уже в этом состоянии находится. Значит, мы должны предположить что-то еще. Вот одна из идей, которая принадлежит бывшему сотруднику ВИКЕ Евгению Устинову и Барне Конраду из GPL, состоит в том, что эта энергия аккумулирована в молекулярном водороде. Значит, дело в том, что молекула водорода, значит, она обладает, каждый атом водорода обладает, значит, неким ядерным спином. И эти спины, они могут быть направлены как в одну сторону, так и в противоположную сторону. Значит, это у нас будет пара, сейчас обвожу, наоборот, это будет ортоводород, значит, между этими двумя состояниями существует разница в энергии, такая, что длина волны, ну, где-то там, я не помню, где-то не 21 сантиметр, но, в общем, где-то, короче, это единицы сантиметров. То есть это очень небольшая энергия, находится она в районе диапазона, но, тем не менее, она вполне фиксируется. Но самое главное, интересно, стоит в том, что молекулы, которые находятся в паро- или в ортом состоянии, они сохраняют вот это свое состояние в течение очень длительного времени. Для условий метеорологии урана-Нейтона это порядка 300 лет. То есть при столкновениях молекул, например, вот это состояние ядерных спинов, оно не меняется. Ну, это понятно, потому что сталкиваются молекулы электронными оболочками, и ядра, в общем-то, это было фиолетово. И таким образом в орто-пароводороде можно запасать достаточно значительную энергию. И гипотеза Устинова и Конрада как раз стояла в том, что в данный момент мы наблюдаем Ньютон как раз в той фазе, когда он выделяет энергию, запасенную в аккумулированную паросостояние водорода. Гипотеза эта высказывалась не просто так, а на основе спектроскопических данных Вояджера, которые показали, что действительно соотношение орто-пароводорода там обычное равновесное соотношение составляет одно третье, а там оно было немножечко нарушено. Но эта гипотеза критиковалась там по разным причинам. И вот наверное самую экзотическую гипотезу выдвинул наш с вами коллега по факультету Артем Аганов, который уже достаточно давно по-моему лет 10 назад предложил идею о том, что в глубокой мантии Нептуна синтезируются алмазы при больших давлениях алмазов. Что? Уклерод есть, давление есть. Казалось бы, почему бы там не синтезировать эти алмазы. А дальше эти алмазы, ну как любой аэрозор, начинают оседать на поверхность, точнее на поверхность, а так сказать, на гидро. Выделяем при этом какую-то коррекционную энергию. Вот эту энергию мы видим в этой достаточно активной метеорологии. Но понятно, что количественные оценки эти очень грубы, и не имея опять же практически никаких экспериментарных данных, очень сложно критиковать ту или иную идею. Возможно, что оба механизма имеют место. Но вообще сама идея о том, что в недрах синтезируются алмазы, массовом количестве складируются на гидро, но довольно занят. Но опять же, ответ может прийти из совершенно неожиданной области, из наблюдения внесолнечных планет, где планеты подобного класса сейчас наблюдаются достаточно массово. Но опять же, если продолжать говорить о метеорологии, то значит, что мы видим? мы видим планетарные волны, волны розби, эти вот пятнышки облачные как раз являются очень характерными признаками, и мы видим синаптические структуры, это антициклоны, подобные большому красному пятно пятно нюбитера. Вот это называется Great Dark Spot, большое темное пятно, имеет ли название нижний объект, честно говоря, не помню, могу сказать, но в целом это симметричный режим циркуляции с таким ярко выраженным дифференциальным вращением, очень похожим на циркуляцию атмосферы Юпитера и Сатурна. Опять же, это по всей видимости связано с таким очень выраженным трехмерным характером атмосферы, потому что они очень толстые, и вот эти волны проникают глубоко в метры антиклоны. Но если говорить об Уране и Нептоне, конечно, нельзя не сказать о системах колец, которые представляют собой такой совершенно уникальный объект в Солнечной системе. Главная особенность их колец состоит в том, что они чрезвычайно тонкие. Их заметили относительно недавно, в основном по звездным затмениям. И когда оценили количественные масштабы, оказалось, что толщина этих колец составляет буквально нескольких десятков метров, при том, что радиусы это сотни тысяч километров, что говорит, конечно, об очень высокодобротных резонансах. долгое время люди спорили о каких резонансах здесь речь, что вызывает наличие этих колец. Был довольно длительный спор между группой Нольдрайхет-Ремейна искал тех штатов и нашей советской группой под руководством Алексея Максимовича Фридмана покойного. И Фридман этот спор выиграл и, угадав правильный резонанс, он смог предсказать наличие спутников, которые были подтверждены во время пролета Боджера. Это тоже был один из таких очень ярких успехов небесной механики, когда удалось теоретически предсказать объект и потом подвергить его именно в том месте, где он ожидался. Вот буквально пару слов о том, что это за резонанс, в которых находятся эти кольца. Это так называемые Ленбладовские резонансы. Ленбладовские резонансы бывают внутренние и внешние в зависимости от того, тут стоит плюс или минус. Еще бывают коррекционный резонанс, когда здесь нет этой единички. А суть его в том, что у нас есть центральное тело, есть пробный объект, то есть частица кольца, и есть какой-то спутник, пассивный объект, который не возмущается частицей кольца, но возмущает сам эту частицу. И у пробного объекта его координаты описываются долготой и андер стрих, а координаты спутника долготой и орбита пробного объекта кроме всего обладает еще неким экстраситетом, и передцентр этой орбиты тоже не находится неподвижным, не является неподвижным, а прецессирует. И вот в результате этой прецессии в зависимости от соотношения периода обращения вокруг центрального тела и периода прецессии у нас могут образовываться вот такие вот голные плотности. Сам по себе резонанс он поддерживает этот экстраситет. И если предположить, что у нас есть спутник, который обладает неким экстраситетом, то в одном из максимумов вот этой обобщенной орбиты у нас может находиться пробные частицы, которые будут совершать вот такие вот либрации в системе отчета, связанные со спутником. Это внутренний лингвадовский резонанс. Здесь, если бы они совершали эти либрации, это был бы внешний лингвадовский резонанс. И таким образом, поддерживая экстраситет орбит с помощью этих резонансов, можно накапливать материал не просто в виде такого кольца, а в виде каких-то отдельных оборванных таких арк. и именно эти арки они как раз наблюдаются в кольцах Нептуна. Их тут достаточно много. Часть из них пустые, а часть из них заполнены. Просто если материал туда попал, они заполнили. Тут достаточно богатая кухня. Сейчас не будем все это глубоко разбирать, потому что это предмет отдельной темы небесной механики, которую я надеюсь вы хорошо прочитали. респиратория вам. Но тем не менее всем полезно знать, не только планетчикам, о том, что лимбазовские резонансы это такие очень важные факторы формирования орбит узких колец вокруг ледяных гигантов. Характерной особенностью этих резонансов является их чрезвычайно высокая добротность. Добротность определяется количеством эффективного количества колебаний, пока этот резонанс действует. Поскольку период обращения вокруг планеты достаточно мал по сравнению с временем жизнью кольца эффективное количество этих оборотов определяет эту добротность. Именно это позволяет формировать такие очень пуские кольца. Вот экспериментальная фотография это уже кредитационный резонанс, когда вместо единички стоит нолик. Вот видите, тоже будут образовываться такие заполненные арки и более разреженные углубости в нем этих парам. Материал, из которого эти кольца состоят, это тоже продукты разрушения каких-то спутников, каких мы не знаем. То есть, видимо, когда-то произошло событие, произошло столкновение, образовался достаточно ограниченно мобильный этот материал, и вот ему просто некуда было больше деться, кроме как собраться в такую резонансную структуру. Вот очень интересная особенность колец Урана и Нюнктура. По всей видимости, отличает их от колец Сатурна в первую очередь, то, что у Сатурна гораздо более мощный источник этого материала, который заполняет более обширную область. Недостаток этого к тому, что он делает очень высокое эффективное количество оборотов и следовательно впадает в такую высокодобротную резонанс. Ну вот здесь опять же существует масса тонких эффектов, эффекты пастухов тоже присутствуют, и вот фотографии вы можете себе представить насколько действительно эти полица тонкие и насколько это высокодобротный резонанс будет. Ну вот на этом я наверное такой краткий экскурс обзор газовых гигантов закончил. Вот и у нас с вами останутся еще кометы и объекты Кольберовского пояса. Вот наверное пара лекций еще и дальше уже начнем кольберовского кольберовского пояса.